Телефон в офисе туристической компании звонит не умолкая. Россияне интересуются вновь появившейся возможностью отдыха на турецком побережье. Только за последнюю неделю было продано около 7 тысяч путевок. Однако, по словам работников турагентств, это небольшая цифра по сравнению с прошлыми годами, когда ежемесячно в Турцию уезжало отдыхать около 600 тысяч россиян. Туры в Турцию сейчас дорожают, причем очень активненько. Причина высоких цен в том, что авиаперевозки пока осуществляются на регулярных рейсах. Чартерные рейсы, несмотря на публичные заявления российской власти, еще не возобновились. Разрешение на выполнение чартерных рейсов пока не получено. Поэтому, в основном, продажи идут по высосудившейся емкости на регулярных рейсах. А это, в общем, определенная цена, чуть, может быть, дороже, чем могла бы быть. Точная дата возвращения чартерного авиасообщения между Россией и Турцией пока неизвестна. На сегодняшний день не снят еще запрет. После этого идет обращение авиакомпании непосредственно в Росавиацию. Там эта комиссия собирается раз в месяц, обычно, традиционно, это третья декада каждого месяца. На рассмотрение этого вопроса отводится по регламенту два месяца. Помимо бюрократических сложностей, есть другая причина задержки возобновления чартерных авиаперевозок. Российская сторона ждет гарантии безопасности для своих граждан во время отдыха в Турции. Скажу честно, вот кошмар, который у меня в голове стоит, который я хочу убедиться, что он не состоится. Потому что приехали наши туристы, но как в Тунисе, выбрали автоматчики, гелывцы на пляж, и там всех постреляли даже. Вот нужно убедиться, что вот этого не произойдет. Я в Турцию не поеду. А почему нет? Потому что я поеду в Крым. Возвращение отдыха на Турецком побережье может ударить по российскому туристическому бизнесу, который из-за отмены турпоездок в Турцию переживает сейчас бум популярности. В Анапу ездили, мне нравится. У меня с границей ездили. В этом году здесь, в России. А почему? Финансовый кризис. В России, конечно, в России. Краснодарский край. Там буду отдыхать. В Краснодарском крае, в России. Почему? Дома. А вы слышали, что сейчас можно ездить опять в Турцию? Слышал. Угроза безопасности. Нет никакого желания ехать туда, где гремят взрывы. По данным Федерального агентства по туризму, увеличение внутреннего турпотока России в этом году составило рекордные 15%. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени.